Инженеры, слесари, токари, технологи сегодня самые востребованные профессии. Как не потеряться на рынке труда и найти себе работу, студентам и молодым специалистам рассказывают в молодежном центре Самарский. Каждую неделю мастер-классы проводят психологи, стилисты, сотрудники отдела кадров. Рынок сейчас переполнен и мощными специалистами, переполнен также теми людьми, которые уже работают на протяжении какого-то промежутка времени. И молодым достаточно тяжело встроиться в такой современный ритм и сразу показать себя таким успешным, перспективным работником. С сентября лекции, посвященные тому, как преуспеть на рынке труда, прослушали около 300 человек. Одна из важнейших тем, как вести себя на собеседовании. Во-первых, это дозированный взгляд, то есть открытый, спокойный. Это имя, то есть обращение по имени-отчеству, заведомо узнать, как обращаться к человеку. Это комплименты, которые можно косвенно, да, как-то преподнести прямо, либо задавая вопрос какой-либо. И, конечно, это держать лицо, что называется. То есть, ну как его держать, проходя мимо зеркала, да, мы непроизвольно делаем такое выражение лица, которое нам максимально нравится. И вот с таким лицом можно уже выходить в люди. Специалисты советуют, устраиваясь на работу, завести адрес электронной почты, который не смутит работодателя, и привести в порядок странички в социальных сетях. Многое из того, что рассказывают на мастер-классах, молодые люди слышат впервые. Я узнала, какие профессии сейчас востребованы. Вот, также для меня было открытием, что резюме составляется всего на одну-две страницы. Вот, а я думала, это не менее десяти должно быть. Своих воспитанников в молодежном центре не бросают. Сотрудники оставляют новоиспеченным соискателям свои контакты, чтобы в любой момент помочь составить резюме или подготовиться к собеседованию. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События.